Наша съемочная команда телеканала Новороссия общалась с бойцами подразделения Спарта, Сомали и Донских казаков 12 ноября. А 14-го от позиции пожарной вышки остались руины. 7 бойцов погибли, еще 7 ранены. Мы навестили в госпитале стрелка с позовным странник. У него осколочное ранение в левую ногу и контузия. Я помню, когда вылазил, выползал, кого смог вытащить, пытался вытаскивать всех пацанов, ноги сразу, снаряд разорвался, сразу засыпала стенка и все уже, он уже. И потом пытался, все вылез, это окошко такое маленькое вылез, уже был раненый, голова болела сильно. Что еще? Потом залез в яму, то есть где эта пожарная машина, по мне начали. Ну, колонны много было, я не помню, но я слышал, что шум танков, БТРов, слышали, но не одна колонна, по-моему, две их пошли. Со стороны Песок. Что еще? Обстреливали, они даже, обстреливали, не даже попадало в меня. Прям, где вот я выпадал, разорвались на мной снаряды. Получил я ранение в ногу, отрекошить его осколок в ногу. И еще одного раненого, кого, когда вы увидели раненого, раненого, затянуло его прям в яму. Получилось осколок у меня вон целый, оказался. Такая вот ситуация. Нас уже готовы, это уже украинцы, потому что мы так украинцы, этим фашистам насолили, что много пошли техники. Что мы были, как в Кузьбурге. Мы занимали самую-самую позицию, что нас везде обстреливали, со всех сторон. И колонн много техники пожлили, и которая оставалась на терминале. И танки пожлили все. Позиция была, то есть, по взлетной полосе. Ну, ошибка была нам. Не дали этого. Ошибка была. У наших этих глаза, которые не успели сказать, браться, что колонна идет. То есть, мы не видим, и колонна уже рядом. Колонна Чешла? Ну, по ходу дела, там спецэнт, скорее всего, наемники. Украинская армия? Нет. Ну, украинская армия, но, скорее всего, наемники. Тут какой-то батальон, я не в курсе. Бой не завязался, мы не успели. Мы только успели стать на позиции. Нас начали обстреливать танками со всех сторон. Я не помню, девушка, но я помню, что... В часах полтора. Стоны, крики. Но мы еще успели с Птурса и с этого уничтожить, по-моему, один танк. Командир Ломб сказал, что мы успели уничтожить, поджечь один танк. И еще, по-моему, что-то еще, я не помню. Много пожли техники, что мы были как в Койсборне. Мы занимались самую-самую позицию, что нас везде обстреливали, со всех сторон. И колонн много техники пожли. И которая оставалась на терминале. И танки пожлили все. Она позиция непрочная была. Мы не сдали свою позицию. Мы до конца, сколько было сил, мы сражались. Мы пощипали даже эту колонну, где раненых, много убитых. Уничтожили. Привалилось стеной и контулили. Стрелки, гранатометчики есть. Ну, все виды стрелкового аржуржа. Мой позвонок Гарик. Ну, я сам донецкий, вообще, с текстильщика здесь. Да, кстати, тоже украл. Если бы не начали... Дело в том, что у меня в дом, в котором я живу, пострадал. Из него не осталось ничего практически. Ну, после того, я и ушел в ополчение. Россиян среди нас нету. Как говорят, что здесь воюют Россия и Чеченцы. а донбассовцы помогают им. Нету насыщих. Воюем против Киева только мы. Ну, против нас гвардии все в... Правый сектор. Правый сектор. Батальоны найдем. Половина уголовников там, в принципе, там. На Бороссе это отдельная держава и она у нас по-любому будет процветать. и до Галичины дойдем. Просто у разума бандеровцам ставим и все. Всем привет, командиры. Командирам Моторов, Гири, Терской Волчьей Сотни всем. Вот рядышком мои браты из Терской Волчьей Сотни душману, жетону. В общем, казакам. Всем казакам. Всем. Много у меня друзей. Много очень друзей. Однополчан. Самое главное здоровье Мамочка тебя тоже при этом рядом сидит. Я тебя люблю. Спасибо, что ты мне родила. Каждая мать переживает за своего ребенка. Эта сильная женщина тщательно скрывает свои эмоции, а в глазах стоят слезы. Она сильно испугалась, когда позвонили из госпиталя и сообщили о ранении сына. Но он жив, это главное. И такими сыновьями стоит гордиться. Ну, он у меня взрослый человек. Ну, что я могла сказать? Иди. Был на славу. Конечно, душа болела. Ну, иди. Я всегда удивлялась и смотрела на тех ребят, которые сидят, пьют пиво, гуляют. А мои ребята воюют. Старшие, младшие. Неужели им не жалко своих матерей, своих жен, своих девочек, которых убивают, насилуют? Неужели они не могут хотя бы какую-то лепту нести? Я еще уже приеду для того брата могила. Я хочу его навестить. Хороший памятник поставить. Он это заслужил. А сейчас пока не получается. Что, братик, все нормально. Ты мне даже с кого все это помогаешь. Что все хорошо. И постоянно смешишься за что наши дети гибнут, за что наши матери. То, что, извините, мы живем на Востоке. Мы тогда 23 года всю Украину кормили. Они сворочи галадранцы просят пенсию такую, как у шахтеров, а работают других в Польше, в Венгрии, в Румынии, в других странах в Испании. И хотят они пенсию наравне. Но этого уже не будет. Прежде всего хочу сказать пацанам, то, что это сволочь их покалечило. Не переживай нас танками, а мы вас скоро гадами будем. Наших пацанов сколько побило, и казаков, и наших. Одному полностью все здесь вырезали. Сволочь ты. Ты нас подумал, что ты нас убьешь. Нет, мы еще мертвые, даже не покинули позицию. мы не покинули позицию. Моторолы этой гири в позиции даже мертвые не покидали позицию. Мы их уничтожили и пощипали хорошо. А что я порошенко хочу сказать, я лично у тебя на могиле танцевать буду. Даже с раненой ногой. Не переживайте, мы еще живы, еще за нас отомстят, за особенно отомстят, за пацанов погибших, за всех порошенко. Не переживай, мы дойдем до Киева и дальше. Встретимся еще. Встретимся. Что могу еще сказать. И за братьев отомстим, не переживайте за слезы матерей погибших, которые дети. И Краматорском еще вспомним, как те сволочи детей прибывали, батальон Азов прибывали, детей к заборам, а потом что творили и женщины это за ноги за беттеры, по всему губу, которые даже просто помогали оболчаться. Хотели нас добить, не добьете. Новороссия жива, жить будет дальше. Знаете, как птица феникс сгорела, потом снова возродилась, возродится из пекла, флаг на Донецкой республике. Белый цвет, белый это не, чтоб не говорили, что это двуглавый орел, это двуглавая птица феникс, а почему белый, когда вот металл, это символ огня, когда металл раскаляете, знаете, как в зосе металл-то была, это и есть глава птица феникс, этому символу очень много тысяч лет.